Здравствуйте! Приветствую вас всех на своем канале. Как и обещала, каждые две недели снимать видео-обзор своего сада. Вот сегодня конец апреля, 30 число, и мы снова в моем саду. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной. Вот здесь у меня княжик, клематис, собирается уже зацвести, но он еще молодой. Я его посадила в прошлой весной. Вообще-то у меня здесь все молодое, можно сказать, потому что садом я занялась всего 4 года назад. Точнее будет сказать, это пятое лето, пятый сезон. Нет, здесь, конечно, были многолетние растения, кустарники, деревья, но в основном я все сажаю заново, ну или еще пересаживаю с места на место, где мне больше нравится. Вот эта вот грядка с клубникой, это клубника, которая плодоносит все лето. Посадила я ее прошлой весной. Прошлой весной я купила 4 корешка. И вот сколько ее уже в этом году. Мы ее и осенью рассаживали, усы ее. И вот еще и весной. Вот она уже вовсю цветет, уже скоро будут плоды. Вот здесь у меня тоже растет клубника. Растет давно. Ну как давно, 5 лет уже. Но это клубника обычная. Виктория. В принципе, я ее хотела уже убрать полностью. Но решила еще пусть. Вот она уже. Вот они у нее уже ягодки. Зеленые, конечно, пока. Но скоро поспеют. А так она, в общем-то, чем мне не нравится. Ранней весной вот она отплодоносит. И все. Все лето стоят эти кустики. Это последние тюльпаны цветут, которые остались. Практически все уже отсвело. Нет, я имею в виду тюльпаны. Уже все практически отсвели. Вот здесь еще у меня где-то желтые есть. В прошлом году у нас не было совсем абрикос. В этом году, надеемся, что будут. Вот, посмотрите уже, какие плоды. На маленькой абрикосе. Она уже цвела. И вот какие у нее уже плоды. Там у меня в ведре посажены помидоры. Но я их скоро уберу. Солнце начинает припекать. Мак зацветает. Вообще у нас недавно прошли дожди. И прямо похолодало заметно. И растения как-то сразу замедлили в росте. Сразу это сказалось на них. Вот так пышно все цвело. Все первоцветы пышно цвели. Это как-то уже медленнее. Помидоры мои все равно под укрытием. У меня здесь тонкий нетканный материал. Я его и снимать не буду. Потому что у нас проблема, если не холод, то жара. Вот это у меня спирея. Разрастается. Нужно будет рассаживать. Хотя тоже посадила только в прошлом году ее. Тоже молодая. Вот я провела вас по своему саду. Здесь у меня много малины. Малина ранняя. В начале июня она уже у нас плодоносит. Вот она уже собирается цветочки выпускать. Вот сколько. Вроде бы как много. А вот это вот светет айва. Начинает зацветать. А попозже. Так вообще у нас вишни, сливы, абрикосы уже отцвели практически. Яблони еще немного. Айва только зацветает. Ну так она и плодоносит. До поздней осени. В прошлом году в октябре мы только ее убирали. Моя мальва многострадальная. Про которую я снимала видео, что ее съели слизни. Да. Но это уже все старые дырки. До того, как я начала лечить. В общем-то, что я только не делала. Вот видите, тут у меня толченая скорлупа яиц. И пивом их кормила. Вернее, поила. Ну, в общем-то, больше не наблюдается. Вот все молодые листья, свежие листики, уже не поеденные. Вот то, что успела съесть до того, как я обнаружила, ну, вроде бы больше не ест. Будем надеяться. А то уже не знала, что с ней делать. Вот пион. Куст пиона. Что-то пока еще не видно, чтобы он выгонял какие-нибудь цветочки. Наверное, еще рано. Зацвела сирень у нас. Красота. Пахнет. Прямо запах. Если бы могла, вам передала. Смотрите, какая красавица на фоне голубого неба. Белая. Белая какая-то повреждена чем-то внутри, желтая, коричневыми. И она всегда такая. Все равно красивая. Здесь у меня растет много вишен. Деревья молодые. Ну, прямо их так здесь довольно-таки много. Вот в конце моего сада виден дон. Я вам всегда его показываю. Так вот у нас выходит прямо к дону вниз. А вот это вот дерево, вот оно выросло у нас несколько лет назад. И в принципе первый год только будет плодоносить. Я даже не знаю, что это. Вот какие-то у него плоды. Какие-то плоды. Может быть это слива какая-нибудь. И оно несколько лет такое большое уже стояло. И не плодоносило, и не цвело. А в этом году проснулось. И очень много их. Довольно-таки прямо много. Вот. Не знаю. Что это такое, когда вырастет? Попробуем на вкус. Я не знаю, что. Что-то мне оно напоминает. Но вот почему-то мне так кажется, что это что-то кислое будет. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Вишни уже цвели. Цвели полностью. И особо что-то их нет. Есть, конечно, но не так много. Больше пустоцветы. Агрикоса тоже. Она ранняя. Цвела давно. Вот на ней уже плоды. Вот они. Смородина. Тоже уже практически отцветает. Ну, как она пахнет хорошо, смородина. Прелесть. Ну, и вот я так вот иду вниз, вниз, вниз. Здесь у нас ограждение. А там дальше дом. Сегодня у нас тихо, спокойно. Вообще для нашей местности это редко. У нас постоянные ветра. Ну, сегодня вот ветра нет. И поэтому дом тоже такой спокойный. На этом я прощаюсь с вами. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. С вами была Надежда. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...